Здравствуйте, друзья! Мы возвращаемся в активный темп изучения рисования цветными карандашами. Я полностью восстановилась после болезни, немножко отдохнула. У меня такой июль был более расслабленный месяц. И возвращаюсь к вам. Сегодня у нас будет урок о том, как форму шара адаптировать под формы немножко иные. Возможно, это покажется вам достаточно простым, но оно и к лучшему. Я буду сегодня работать не простым карандашом, а цветными, чтобы мы сразу изучали работу в цвете, практиковались с цветом и с формой. О форме поговорим подробно. И смотрите, я взяла вот этот набор 12 цветов. Я подумала, будет здорово, если мы с вами будем в равных условиях. То есть я не буду использовать миллион карандашей. Поэтому смотрите, что я делаю. Я в этот набор сейчас возвращаю цвета, которые в нем априори были. То есть это желтый, темно-коричневый в этом наборе есть. Это набор, кстати, Faber-Castell Polychromos. И нам понадобится что еще? Красный. Где наш красный? Так. Давайте вот этот возьмем, в принципе, без разницы. На самом деле любой оттенок красного, желтого, темно-коричневый и понадобится какой-то оттенок зеленого, который мы немножко будем использовать тоже. Также потребуется ластик. Еще раз дублирую карандаши. Желтый, красный, темно-коричневый и зеленый. Я вот, например, из набора возьму вот такой. Он выглядит так, как будто бы на самом деле цвет не сильно природный, как будто бы он немножко ядреный. Да, вот здесь покажу. Но на самом деле для рефлекса вполне достаточно. Плюс я покажу, как его можно немножко приглушить, этот зеленый, и сможем продолжить работу. Набор карандашей пока в сторону убираю. И давайте поговорим о форме. Во-первых, немножко напомню о форме шара. Если вы подписаны на рассылку и нашли этот урок именно у себя на почте, то там будет прикреплен урок по объему, по рисованию шара. Этот урок тоже рекомендую посмотреть. Будет очень классно. Он освежит у вас все знания в памяти. Ну и сейчас я кратко так для тех, кто не посмотрел и перешел сразу к этому уроку. Сделаю небольшую схему. Это шар, у нас свет падает слева таким уголком. И на шаре есть самое светлое место, это блик. Я его вообще не буду закрашивать. Дальше идет просто свет. Это зона, которая достаточно светлая, светлее всего остального, но немножко темнее, чем блик. Вот она. Дальше я, смотрите, какими штрихами делаю, как будто бы рисую кружочки. Постепенно я наращиваю тон. Перехожу к полутону. Это такой переходный момент между светом и тенью. И вот у нас самое интересное, это собственная тень предмета. Очень важно, чтобы эта собственная тень предмета не доходила до края шара. То есть вот у меня край шара. А давайте я его даже красным нарисую. Вот эту линию красную я сделала. Это как бы край моего предмета. И тень до этого края предмета не доходит. Сейчас поярче ее проштрихую. Вот она. Очень условно сейчас я все делаю. Поэтому если вы спец в академическом рисунке, не принимайте это как-то близко к сердцу. Всего лишь черновая схема. Вот у нас появилась тень. Уже считывается объем, да? Но сейчас есть вот эта белая зона по краю, вдоль контура шарика. И она такая же, как свет. Вот эту зону, это у нас рефлекс будет. Отражение окружающей среды. Рефлекс. Ее нужно затемнить. Но не так темно, как саму тень, понимаете? То есть, чтобы вот этот объемчик считывался, у нас есть тень. Вот она, темная. И по краю немножко светлее штриховка. Ну и, соответственно, есть падающая тень предмета. Она наиболее черным таким следочком прямо ложится в месте соприкосновения предмета с поверхностью. А дальше уже может немножко как бы светлеть, менять свой тон. И давайте сейчас поговорим о том, как эти тени деформируются в зависимости от формы. На самом деле, главное знать эту схему светотени. Вы ее сможете применить к любому предмету. Давайте тоже буду рисовать маленькие схемки. Например, к груши. Все то же самое. Но вот эта тень и вообще все направления, они у нас идут, получается, не по кругу, а повторяют форму груши. Грубо говоря, вы можете повторять даже контур предмета, когда штрихуете. То есть вот у нас свет будет вот так падать. Давайте немножко усложним ситуацию. Свет с другой стороны. И вот она у нас, тень, уже идет в противоположной стороне. Тоже не доходит до края предмета. Есть, возможно, даже два блика. Вот здесь и вот здесь. Ну или две светлых зоны, которые немножко как бы как будто разделены в переходном месте. То есть вот у нас объемная груша получилась. Что еще может быть? Это может быть огурец. Это может быть даже банан. На цилиндре, например, схема света тени такая же. Там тоже есть все вот это, но получается, что как будто бы кружок взяли, круг взяли и вот так потянули. То есть у нас есть опять же блик, опять же свет. У меня это видео на ютубе есть. Посмотрите, там подробнее объясняю. Опять же есть тень. Вот здесь свет тоже идет так. Опять же есть рефлекс, да. Схема та же самая. На объемных предметах мы сейчас не говорим о кубах, да. У кубов есть грани. Это другое. Мы говорим о мягких каких-то, округлых предметах, плавно перетекающих формах. Там схема одна и та же всегда. И ее очень легко применять. Ну что, давайте нарисуем, наверное, это персик. И я его рисовала на прямом эфире в онлайн-школе достаточно давно. Там еще были, кстати, споры, что это абрикос или персик. Это персик, потому что под фотографией автор подписал, что это персик. Вот и все. Фрукт у нас лежит на поверхности. Мы сегодня не будем изображать падающую тень. Как бы не за этим собрались просто. И здесь, смотрите, я его буду немножко поменьше рисовать. Как я работаю с ним? Я обычно сперва обозначаю общий размер фрукта. Где-то так. Как шарик. Далее работаю с формой. Ну, во-первых, я вот эту разделительную линию сразу намечу, потому что она не по центру идет. Как работает с формой? Я часто это делаю таким немножко рубленными линиями. Например, вот здесь легко показать. То есть сперва такие более прямые линии, да. Общую форму обозначила. Также верхняя часть. Тут, кстати, вот этот бок можно оставить прям круглым, как мы его наметили изначально. И вот сюда даже закруглить. Рубленные формы затем я немножко скругляю, сглаживаю. Без нажима работаю темно-коричневым карандашом. Вот эту линию разделения половинок персика тоже немножко обозначаю. И дальше я всегда советую вот в таких случаях работать от светлого к темному. То есть не надо сразу фигачить темно-коричневую тень. Вы можете об этом в дальнейшем пожалеть. Стереть будет сложно. Просто незачем, да. Итак, самое светлое место. Оно на самом деле даже не белое. Оно чуть-чуть желтым подштриховано. Обратите внимание на штриховку. Я сейчас карандаш не отрываю от бумаги. И округлыми движениями вот эту зону светлую расширяю. Пока что на карандаш практически не давлю. Но все равно у меня получается, я, видите, больше штрихов делаю. Расширяю зону и делаю больше штрихов. Штриховка получается чуть более насыщенная. Довожу до самого края. Смотрите, что делать с темно-коричневой линией. Во-первых, ее можно пластиком облегчить. Облегчить, это значит сделать немножко более прозрачной. Во-вторых, можно это сделать клячкой, но она должна как бы читаться. То есть вы сами не должны эту линию потерять во время рисования. Вот, я немножко ластиком сделала посветлее. Продолжаю рисовать желтым, заполняю полностью до краев вот эту верхнюю половинку персика примерно одного тона. То есть вот светлое место, дальше все примерно одного тона я делаю. То есть нету вот этого еще перехода тени и света. Нам сейчас важно изучить объем, поэтому насчет направления штриховки особо не парьтесь, не заморачивайтесь. Просто можно, не отрывая карандаш, вводить вот так кружочками. Далее, добавим немножко ярче желтого цвета. Вот, смотрите, у нас та же схема света тени, она отдельно на этой половинке проявляется. Вот здесь будет самое темное место. Мы его обозначим немножко красным. А вот здесь вот так идет тоже как бы затемнение, тоже форма закругляется от зрителя, но там мы работаем с желтым. Нажимаю немножко сильнее, чтобы цвет был поярче. И давайте сразу, сразу на нижней половинке я вот так вот слегка-слегка более светлую зону с желтым закрашу. Здесь уже белого блика нет. Далее возьму красный карандаш. Красным карандашом я сейчас работаю вот здесь с теневой зоной, вот такими движениями вдоль контура персика. Можно отрывать карандаш, можно не отрывать, но помним, да, что у нас есть рефлекс, вот это отражение белой окружающей среды. А здесь у нас фон белый, да, не какой-то другой. Поэтому красный мы до края персика не доводим. Получается вот такая тенюшка. Дальше я немножко заведу красный на верхнюю часть персика. Точно так же самый яркий красный у края не накладываю. Я чуть-чуть отступаю. Уже считывается объем, да? Далее я возьму темно-коричневый и вот здесь тень более темная я чуть-чуть затемню, но темно-коричневый я накладываю как бы внутри красного. То есть не полностью поверх всего, что есть я фигачу, поверх красного штриховку, нет. Я накладываю именно как бы в центральную часть. То есть вот у меня зона заштрихованная красным и вот здесь я накладываю темно-коричневый, то есть вот так, зонами. Немножко хочется ярче сделать желтый, потому что сейчас смотрится блекловато. Можно увеличить вот эту зону, где вы чуть-чуть нажимали, если у вас тоже блекло. В целом форма должна получиться зеленой. Теперь время зеленого. Здесь чуть промахнулась. Здесь смотрите что. К самым кончикам, легким-легким движением я во-первых вот здесь добавляю как будто бы обводку, да. Участок один, не весь персик. И потом можно добавить немножко на рефлекс, где-то близко к тени, легкую-легкую зеленую штриховку, очень аккуратно. И вот у меня здесь есть такой как бы легкий контур, который тоже я вот так восстанавливаю. И видите, у нас получается в принципе объем, который хорошо считывается. То же самое делаем со второй половинкой, но не забываем про вот эту срединную линию. Я ее обвела. Дальше добавила падающую тень от одной половинки персика на другую. Вот она все. И смотрите, делаю вот так. У меня здесь уже большая тень, она более яркая вот в этой зоне, вот здесь послабее. Здесь уже можно штриховать посильнее. Если у вас не получилось первого раза, посмотрите видео полностью и попробуйте затем в своем темпе не спеша порисовать, потому что я понимаю, что возможно на первые разы как бы такой темп за 15 минут нарисовать, это будет сложновато. Так, вот у нас тень. Смотрите, она более яркая. Вот здесь, к краю персика, к линии, которой мы его ограничили, эта линия светлеет. Опять же, немножко, во-первых, я добавлю вот здесь, вот поверх желтого красный. Это половинка краснее. И желтый хочу чуть-чуть ярче сделать, чуть-чуть сочнее. Можно прям поверх красного накладывать, ничего не случится. Далее. Беру темно-коричневый, чуть-чуть вот эту линию центральную затемняю очень осторожно. И добавляю темно-коричневый. Опять же, по центру тени, не полностью перекрывая красный. Деликатная штриховка без сильного нажима, которая просто углубляет нашу тень. Снова беру зеленый и зеленым чуть-чуть поверх красного в тенях прохожусь, чтобы более естественный тень выглядела. И последние штрихи. Это красным я ставила такие хаотичные точки. Главное, чтобы был тонкий кончик и не слишком много этих точек. Поверх белого мне не очень нравится, как они ставятся. Поверх желтого я ставлю. Ну и в целом, вот как бы получается, что объем у нас сложился. Мы использовали ту же схему. Вот у нас эта схема, да, схема шара. Давайте разберем на персике, где что находится. Зеленым карандашом, чтобы было видно. Блик. Самое светлое место, да, самая светлая зона. После блика идет свет. Самое, что вообще нужно запомнить, да, самое важное, это собственная тень предмета, которая не доходит до края. По краю у нас есть рефлекс. И между светом и тенью у нас идет полутень. Ее иногда еще называют тоном, да, по-разному, да, но в целом это просто переход от света к тени, это средний тон. Давайте вот отсюда нарисую. Полутень. Очень все просто. Эта форма, которая вроде бы шар, да, она деформируется под любые формы, под человеческую голову, под мячик, под грушу, под фрукты какие-то. Кота вы рисуете, кот сидит, как буханочка, лапки под себя так поджав. Это тоже, по сути, вот форма света тени, как шарик, да. Просто, может ли, там блик будет менее яркий, потому что шерсть, но это уже вопрос, как бы, поверхности, которую вы рисуете, немножко иная тема. Ну что, я надеюсь, что было интересно. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Также приглашаю вас принять участие в моем онлайн-мастер-классе «Рисуем пеликана». Там мы подробно разбираем работу с этими карандашами, пошагово ее вместе рисуем. Далее вы получаете домашнее задание с проверкой на самостоятельную работу. Ссылка в письме. Сайт мой называется nebranchina.club И до новых встреч. Я надеюсь, что этот урок был вам полезен. Присылайте свои рисунки, отмечайте меня на них. С радостью посмотрю и, может быть, какие-то советы дам, если было сложно. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok